Помним, 27 января отмечается День воинской славы России, день снятия блокады города Ленинграда. В дне празднования 77-й годовщины снятия блокады в память о подвиге Ленинграда и его защитниках в Ненецком округе прошли памятные мероприятия. Попробуйте, пожалуйста, норму, суточная норма, 125 грамм во время блокады. 125 граммов хлеба – это минимальная дневная норма в блокадном Ленинграде. Ольга Егорова, заведующая кулинарией ресторана «Север», предлагает всем желающим попробовать блокадный хлеб на вкус. Специально для акции его изготовили по особой рецептуре, только из пищевых ингредиентов. Не всегда и был хлеб. Были дни, когда люди были и без хлеба. То есть хлеб могли, вот такой кусочек хлеба, они могли съесть всего в день. Больше ничего у них во рту не было. Акция «Блокадный хлеб» для Владислава Романова стала неожиданностью. Зашел в кулинарию перед обедом, а получил кусочек блокадного хлеба и воспоминания. Моя бабушка не была блокадницей, но она рассказывала, что ее знакомые, с которыми она как-то общалась в детстве, во время блокадного Ленинграда обходились там. Иногда даже без хлеба, даже такого кусочка иногда не было. И даже здесь, на Ленинмаре, на время войны, когда она была маленькая, у них хлеба не было. Казалось бы, блокадный Ленинград, вся Россия помнит, что как тяжело там было людям, но тем не менее здесь, на севере, людям было не менее тяжело. 1494 дня, да, по-моему, прошло позади. 25 грамм от горбушки на весь дом. Давайте не будем говорить о плохом. Пусть вечная память будет тем, кто не смог в блокаду выжить. И пусть блокадники живут до 100 лет. Вместе с кусочком блокадного хлеба каждый участник акции получает ленточку. Она символизирует жизнь и волю к победе. Она означает, оливковый цвет означает победа, а зеленый цвет означает жизнь. Спасибо большое, честно. Вот эти слова я запомню на всю жизнь, потому что, к сожалению, эти ленточки я редко вижу. Ресторан «Север» участвует в акции уже более пяти лет. Блокадный хлеб без подсолнечного масла и дрожжей, в отличие от настоящего, который ели в блокаду, содержит только пищевые ингредиенты. У нас больше тысячи кусочков хлеба выпечено на сегодняшний день. Люди, пожалуйста, даем людям, пробуют. Кому-то нравится, кому-то не нравится. У каждого свое мнение. Акция проходила также в холле торгового центра «Дружба» и магазине «Кристалл» в поселке Искателей. Организатор акции – региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. В последнее время становится все меньше и меньше людей, которые пережили те тяжелые времена и могли бы нам передать все то, что происходило в те тяжелые годы. Для этого мы должны обязательно помнить это, всегда вспоминать и передавать молодому поколению эти знания, для того, чтобы они гордились, знали и были достойными предками. Напомню, что хлеб для акции изготовил потребительский кооператив «Север» и потребительские общества Ненецкого окропотребсоюза. Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» направлена на патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.